грязно мне в этом-то вся и суть твоя грязно на чистоту людей которые не работают это самое высшее благоухание вот так и на лбу везде как будто ты где-то в окопе лежишь и по тракторам сейчас лежали трубка побежала масло побежало вместо трубки шланг там при приделали а трубка кривая шланг прямой там как-то его загнули там в раму упирается сколько масло утекает но текло это же очень не комбайн синий не сей старый до нас 10 лет а то что ты поле горох собирают по 20 центов с гектара в тот момент в тот момент а как она тебя это прям поддержал он тебе толчок дал поэтому погода ты в этом году не обещают и он на урывках был шесть комбайнов у жлудова он седьмой выгнал миву он поставил его на задворке говорит смотри они вы выгнал буду им косить погода то нету и будут вот такие вот деньки выбирать чтобы как а чё него как саранча они накинутся они уж ну она уже устарела морально и они на на не производительного у него вот таких вот шесть штук как у меня так не я понял почему именно не в это убирать седьмой комбайн что не справится дней теплых то не обещают вон уже заходит опять чернота тоже сейчас вот вот ты когда был на ползнула ой давно уже не давно там тоже приглядывай маленький ну если получится как будто бы все порядке вот там надписи висят там они так через сколько обратно комбат комбайна пойдет машина машина он я только подогнал ему но может быть через час полтора я поеду от не еще паркачусь на комбайн и ну поедьте только там пыль не пыль а ржавчина горох сильно заболел фунгицид не выдержал выдержал но короткое расстояние было надо было пару раз обработать но это дороговато обработал один раз китайским фунгицидом и он заболел все равно его сейчас ржавчина летит из-под комбайна земли нету прошлом году пыль там низко лежала сейчас он пумпер весь его убираем прошлом году потери было комбайн не мог поднять а сейчас еще а сейчас другой сорт и он за дружку и даже и он стоячий я проезжал женины поля смотрел он у него тоже весь стоит стоит еще не убирает нет у него зеленки очень много и самка сам не лежит горох а стоит то что те года вот сорта я смотрю его брал вот он лежачий был вроде бы как поднимется стоит а потом падает а у долгого горох был нет и сколько у него ну в прошлом году он 30 убрал и нынче я раньше его и позвонил говорю вот убираю он прислали какая урожайность ну примерно 20 пока идет посмотрим в отходы я не могу отработать хорошо почему горох в отходы идет и а в горох идет осот надо ветер сильный наверно ставить мне он подсказали на урывках там же он у меня два потока идет два решетных стана надо один заглушить чтобы ветер был сильнее и он осот и в половинке гороха даже вытягивает а это долго я не успею там как-то думать надо как делать как заглушить на одном решетном стане может только крышку лежали какие-то ну вот или жалюзи или надо отнять там пластину какую-то сделать но я не стал думаю пускай лучше осот идет а на второй раз потом спам много много и на второй раз приставь ну а в отходы ушел горох ну может отходы на второй раз переработать вот я говорю отходы на второй раз мы другие решета поставили на урывках взял другие решета я про не такие даже не знал какие ли не ставят на низу у меня были 40 42 и в верхние решета попадает осот осоты березка березка жена тоже круглая как калибра гороха и тоже попадает а ты скажи что с колесами то есть они рвутся стрелять нет вот они спускают прожевывают а камеру про жена сейчас было вроде бы нормально весной я накачал а сейчас горох тяжелый узел вот так вот его аж перекосило и они друг за друга там и старые колеса веревочки вылазят и они перетирают перепираются так что вот одно сейчас пропало надо брать одно колесо запасного в общем нету сейчас все поставили они же дорогие дорогие я на свой грифер то брал ну давай перевези парочку хотя бы на запаску мы придумали сколько там тяжести уж выручи ну не лысые не лысые мне какая разница ну понятно ну ладно я посмотрю а если этого помидоры то и привезу обратно ты меня не погрузить нет я бы и это главное я чем быть придумаю а если там есть если кто знакомый давай может быть я заведу заеду туда проблем ну давай без проблем у меня телефон есть я ему позвоню скажу такой ситуации где слады на звездной да да на звездной там где карман написано там не надо заезжаешь не расскажешь потом я тебе расскажу позвоню скажу вот приедет с бородой там с колесами как эти колеса думаю не зря я нашел думаю игорю пригодится куча хорошая хорошая куча там можно выбрать перебиться перетолкаться и большие деньги сэкономить и ты можешь заехать во вторник магазинов было galaxy что ли мужик какой-то разгружает смотрю мужик борода не стриженная он проходит мимо меня увидел так глянул молодец какой вот такие ситуации меня тоже бывают и люди смотрят и понимают с одного взгляда понимают какие цели какие идеи помоги тебе господи благослови тебя во всем государство нисколько не помогает совершенно уничтожается сельское хозяйстве ты знать хочешь ну ладно давай с богом родителя господь и брат так отклылся на разговор я дежурный по деревне сейчас богослужение идет я достоял за по для помазание и поехал смотреть как и что вот она легла на дороге около дороги вот так поеду на поле